друзья привет отправляемся мы сегодня не на пляж потому что вчера мы на пляже немножко сгорели не знаю видно ли вам там что это неумная женщина дорвалась до солнца как в первый раз но что самое интересное не печали ну как немножко есть но не так как я выгляжу если честно но это конечно в общем прав ты как сказала наташа вы сегодня с нами и мы постараемся увидеть и руины геоды руины гена не знаем что это такое крылья википеде немножко почитали самый крутой дост ватаму и сейчас вызвали нам дали телефон тук-тукера джеймса он написал телефон тук-тукера питер точнее вызвал питера идем питер уже за уже за воротами круче чему до убера здесь нет ватаму и такая ситуация что вот вы обещали вам на тук-туке проехаться мы думали это будет наверно пляж но не на пляж не на пляж поедем на руины геоды сейчас покажем вам тук-тук а кто ездил как на тук-туке пишите комент ставьте лайк и конечно же это круто вы знаете как круто мчаться на тук-туке ведь я вчера в рубашке была она тоже сгорела чуть-чуть вот здесь вот так вот в топике я плавала видно наташа вообще конечно пожар так что вот так вот собачки наши лежат собачки мои мы едем искать сокровищу и тук-тук уже здесь о все наши дороги вот лежат все вы отправляетесь нами а вот и тук-тук красота хай а ю питер питер окей играет всего садимся на каждого вперед вот такая машинка прикольная все сейчас садимся и едем рюкзачок здесь продувает все убеда закрыли а раньше были без дверей но видимо люди выпадали что-то модель такая кричи просто когда вы были в индии на швей-ланке тук-туке были без дверей в тайланде первый раз в банкоге то вообще капец какой-то последний раз когда мы были в банкоге то там лежишь залазишь как на трактора ехали так и вот тук-тук у нас сейчас тук-тук сафари все поехали прям прям на руины геода вот так сидит водитель вот так сидим и кстати мы вчетвером как-то ездили на швей-ланке очень сложно можно прилечь кому-то еще все мчимся вперед остановились заправиться вот здесь вот мальчик берет будет бутылочку на ботик на бензин такого цвета красного прикиньте я думала он такой больше темный и мы заправляемся с нашим тук-туком все все заправились мы заправились можно ехать ну что ехали минут 15 вот уже и вход в парк вот обезьяны уже напрыгивают на людей но это в коментах и писались то есть пожалуйста не сели вам на голову вы сфоткались но не скажу что это особо большой кайф они царапаются могут укусить ну и вообще как бы ну не знаю важно эти уже не любимые обезьян сейчас посмотрим как тут покупать билеты помочь новичкой тут проблемы посмотрим сработает ли карточка ну что ребят и мы заплатили 1500 за все за вход в парк змей и за вход в парк йода и взяли себе гида на всякий случай чтобы охранял вот от таких вот мартышек здоровые да если и если не соблазняешь едой все никто не бегут не ой 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 посмотри поскакали поскакали не ребята все идем у нас гида зовут гуди сказали 500 стоит гид но если хотите сверху чуть-чуть добавить и ну посмотрим нравится если безумно понравится ну вот вход в руины гида кстати только карточкой м песса или или мастеркард виза карты на импеса это такая карточка виртуальный счет который привязан к вашему номеру телефона и вот кэш не берут наличку не берут так что ну знаете пока все очень нравится что понравилось что карточка сработала сразу я я дала эмиратскую иногда украинскую даю иногда эмиратскую и вот помните в hell's gate не работала ни одна карта маша теперь я допустим сегодня я допустим и все у нас а висеньки и он то шоу асамсин но это вот дерево да баньян кстати мы подошли карте большой такой город был Возле карты находится офис, где мы показали билеты, и сейчас будем ходить в руины, в руины Гёде, которые, как Дит сказал, начинались в 11-м столетии. Но вот что мы прочли, город как-то исчез и перестал существовать в 17-м столетии, и никто не знает почему. Ну, скажем так, впечатляюще. Не ожидали увидеть такое вот в Атаму, да, в обычном маленьком курорте, который вообще все считают Малинди. Он-то находится в Атаму, а все пишут 16 километров от Малинди. Ну, так впечатляет, что я вам скажу. Вот такая древняя цивилизация Суахили. Древняя африканская цивилизация. Жила в этом городе. Смотрите, какая красота. Вообще просто вон там воротики. Вообще класс. Ой, смотрите вообще. Гид рассказывает нам историю. Много вас в Кадагамо хорошо приняли в Малинди, а в Мамбасе не очень. И поэтому он, как я понял, рассказывал больше про Малинди. И вообще вот он это все, как бы, получается, нес в Европу. То есть вас в Кадагамо все это из Африки внес в Европу. Так, ну, пошли сюда. Взбираемся сейчас. Ох, какие деревья, да? По-моему, это баньяны. Кто был в Индии, баньяны, помните? Это не Баабабы. Это баньяны. Ой, вообще теперь посмотрите. Смотрите, что это было. Какая красота. Томба, это гробница, значит. Да, это флатед пилар. Ай. Вот так вот. Вот они какие-то... Ой, какие руины гёды. Ну, стоит попасть. Если вы в Атаму, вы не на пляже, вы не обгорели. Ну, вообще, как бы, стоит-стоит прийти сюда. Полюбоваться всей этой красотой. Да, вот позади меня реальная гробница. Нашли людей внутри. Ну, людей, Костя. Вот ещё мы подходим. Колодец прям. Опа, это Баабабы, а не баньяны. Я ошиблась. А мне они как баньяны индийские. Прошу прощения, трошечки ошиблась. Ёлки-палки. Так, подержу-ка я телефон. Вам что-то видно? Мне, по-моему, внизу не всё видно. Ох, красота. 300 лет этим Баабабам. 300 лет, ну я верю, в принципе. Только я подумаю, это баньяны индийские. Чистые индийские баньяны. А это не то же самое? О, why people are garbage here? Yeah. It's not allowed, but people go sometimes, they don't have guided. Ммм, говорит, иногда люди бросают мусор. Ну, что за люди такие? Люди, не бросайте мусор, когда вы на экскурсиях. И вообще не бросайте, не мусорьте. Есть же и мусорные баки. Ух ты. И поменяет, как Наташа в Кракове смотрела в колодец. Кстати, в начале видео я сказала, что в Википедии написано непонятные причины, почему люди покинули город. Есть три причины, как сказал Гид. Не было воды, а было много болезней и войны. Вот такие три причины, почему город перестал существовать. Это из кораллов, кстати. Наташа хорошо, что спросила. Кораллстон называется. Камень кораллов. Так, что здесь такое? Давайте посмотрим. Это для воды? Вода поступала, они мыли руки и ноги. Это же мозг перед тем, как зайти в мечеть. Ммм, прикольно. Да, это была мечеть, смотрите. Заходим в эту красивую мечеть. Ну да, так можно даже еще здесь сфоткаться. Это все из коралла. Ага, это все из коралла. Хорошо. Ступенечки такие. Вход, выход. Красота. Ну вот смотрите, сейчас войду в кадр. Вы меня слышите? Ставьте лайки. Да, да, слышно. Акустика, акустика. То есть люди вмилые робят акустику в три часы. Ага. Ну большая мечеть. А для чего эта стона? Это все для... Это стомп? Нет, нет, нет. Это стомп, это коллапс. Это как эта. Ага, это для... Для стомп. Да. Фух. Какая красота. Ух ты, тут надо... Осторожно. 2,500-3,000. Во. 2-3 тысячи. Ну, по... Для тех времен это было бы... Это город, это здоровый город. Ну да. Руины Гёды. Кто мог подумать, что мы сюда доберемся. Ты сняла колодец? Колодец, да. Но я не знаю, что внутри получилось. Нет или нет, потому что оно очень темно было бы. Компания, к сожалению, нет. Надо ушло. Ну, поэтому и люди ушли. Окей. Вот. Все, идем дальше и дальше. И как-то все чудесатей и чудесатей. Ну вот, не прошла и метр, а снова включилась. Потому что красота такая неимоверная. Аккуратно только камешки. Дворец султана это? Да, да. Палес или султан? Палес или султан? А только один султан? Да. Он Гиди. Один султан? Один султан. Здесь с Гёдой был только один султан. А еще были в Мамбасе, в Малинде. Ох, красота. Ох, это дерево Баобаб все-таки, не Баньян. Так, ну давайте-ка посмотрим это, колодец. Заглянем. Так, я заглянула. И мы с вами теперь... Идем, сделаем фото по колюбке. Давай. Фотографировались, не знаем, что вышло. Очень солнце светит. Сейчас 31, где-то 32. Ух, ресепшн корт, прям рецепция здесь. А в ступени, прям Камбоджиан-Каруат. Что рассказали? Как вы использовали эти аэр-кондиционеры? Первый аэр-кондиционер был. Здесь ждали, и это приемная была. Здесь не ждали. И здесь накачивалась вода, и в воздух вода. И шла система орошения. А, это как мы ехали, и нас мальчик и шланг побрызгал примерно. Вот, на тук-туке. Ну да. Считается, это первая система аэр-кондиционирования. Слушай, слушай, я же такие милыки замечаю, что... Молодец. Султан здесь сидел, все... Вейпи, где? Нет. Султан там сидел. Здесь кто сидел? Адвайзер, советники. А там женщины сидели. А здесь туалет был. Ух ты! Да шикарный туалет, я вам так скажу. А я все-таки сюда загляну сейчас быстро с вами. Ух ты! Нет, ну тут можно играть в прятки можно играть. Сейчас мы выходим с вами. Офис вот этих адвайзеров, помощников. Офис... Да, советников султана. Поэтому по-старинному будет советников. Последние два султана были похоронены в этой гребнице. Пилар Томб. Ага, очень красиво. И сзади такой лес, такие джунгли. Вообще круто, тенюшка. Ну как вам ожидали такое от руин Гёда? Я нет. Даже как-то снимки не такие классные, как в реальной... В реальности. Пишите комменты, пожалуйста. Показываем супер достижения. Этот туалет был для пописать. Вот этот. А этот для покакать. Наташа у Гида уже выяснила, пока я вам съемочку делала. Как сказал Гид, пипи и пупу. Это для пипи, это для пупу. Так что... А у нас как-то все в одном. Тоже нормально. Да, дерево, конечно, выросли, когда люди ушли уже. То есть, как сказал Гид, когда люди ушли, деревья стали расти. Такой немаленький город, немаленький. Уже ходим минут сорок. Жарко, кокет. Помыть руки. Ух ты, шикарно. Вот так вот. Понимаю, вода может капала. Там даже частный водопад был. Там даже частный водопад был. Правит водорол. Да. Каждый дом имел свой частный водогон. Ну, да. Когда вода закончилась, люди ушли, конечно. Я думаю, что это не из-за войны, а из-за воды. Да, из-за воды и из-за болезней. Ну, а соответственно, нет воды и начинается болезнь. Ага. Дом ножниц. Прикольно. Слышите цикад? Круто. Конкретно, что мне нравится, толщина и корень этого дерева. Это просто, смотрите, да? Наташа с гидом. И это дерево. Объять нельзя. А ну, Наташа, давай. Сейчас Наташа внутрь зайдет. Это вообще, мне кажется, что реально... Можно в стойке? Он русский. Мы в стойке. Наташа спрашивает, можно ли на корнях стоять? То мало ли. О! Вот это да. И наверх теперь давай. Так-так-так-так-так-так-так-так. Быстро-быстро-быстро-быстро. Номер, наверное, 37, бать. Да вообще, монстр. Народ, ну как? Прикольно, да? Ну, интересно, слушай. Ну, мы не ожидали такого в Атаму. Не ожидали реально. Ты где? Да, здесь. Ну, как... Даже не знаю, что сказать. Ну, мы все показали. Интересно. Нет, по-любому мы все показали. Это не значит, что не надо здесь побывать. И почувствовать. Если гид бежит, ему жарко. Это проблема гида. И это ему жарко. Это не вам жарко. Так что останавливайтесь, фотографируйтесь, переспрашивайте. Смотрите. Это мы здесь уже 40 минут гуляем. Ну, да? О, капец. Я бы еще погуляла. Но вопрос в том, что на английском, да? Да, на английском. На английском, наверное. Такой. Если для кого-то это... Ну, по крайней мере, вместо фоточек красивых он вам покажет. В принципе, я все поняла. Мой уровень английского not very well, but все нормально. А вы нам ставьте лайки, пишите комменты. Все very well. Ждем вашего отзыва по нашему руинам, гедам. По нашему туру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!